Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Прямо сейчас подведем итоги этого дня в начале выпуска о главном. 900 тысяч тонн угля запасли к отопительному сезону. Насколько регион готов к зиме? Сегодня обсудили на заседании правительства региона подробности в выпуске. Впервые новый сезон театр драмы встречает масштабным театральным марафоном. Фестиваль «Здравствуйте, люди!» открывается сегодня. Три мировых рекорда установили пара спортсмены края на чемпионате мира по плаванию в Лондоне. Накануне они вернулись в Барнаул. Более 4,5 миллиардов рублей направили в городах и районах Алтайского края на подготовку котельных и теплосетей к отопительному сезону. Сегодня эту тему обсудили на заседании правительства региона под руководством губернатора Виктора Томенко. Подробности в материале Глеба Полянского. Вопрос получения паспортов готовности на следующий отопительный зимний период является принципиальным. Если хотите, он является политическим. Глава региона четко сформулировал задачу подготовки к отопительному сезону перед местными властями. На объектах так называемой «большой энергетики» всё традиционно в порядке. Суммарные запасы угля на ТЭЦ края составляют около 900 тысяч тонн. Это более чем втрое превышает норматив. Запасы мазута около 11 тысяч тонн. Также, согласно нормативам, на всех объектах энергетики сформированы аварийные запасы материалов и оборудования. В целом, по состоянию на сегодняшний день, объекты большой энергетики к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода готовы. В муниципалитетах ситуация сложнее. Сохраняется высокая просроченная задолженность за энергоснабжение котельных. В результате отключенными остается 57 котельных, что почти в шесть раз меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее проблемными стали Змеиногорский, Третьяковский, Михайловский, Смоленский, Павловский, Черышский и Усть-Пристанские районы. Губернатор призвал отказаться от порочной практики взаимодействия муниципальных властей с энергетиками, установленной в предыдущие годы. В разговоры с энергетиками не вступаем, денег им не платим, они, естественно, отключают котельные, дожидаемся начала топительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует, получаем представление, подключаем котельные. Вот круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать. Когда десятки котельных, ну в данном случае в районах, так сказать, отключены, это нонсенс. Это предмет для орг и прочих выводов. А в городах и районах края к отопительному сезону подготовили более 1800 котельных, 3000 тепловых и 14000 водопроводных сетей. Только в Барнауле на эти цели направили более 2 миллиардов рублей. Муниципалитетам на отопление понадобится 650 тысяч тонн угля. Почти треть этого объема уже закуплена. Также сформирован резервный запас твердого топлива в объеме более 50 тысяч тонн. Однако в некоторых территориях сохраняется высокий риск неполучения паспортов готовности к зиме. В прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону в крае не получили 25 муниципалитетов. 22 из них, где ситуация критическая, получили по решению губернатора Виктора Томенко на устранение нарушений поддержку из краевого бюджета в сумме 53 миллиона рублей. Однако по данным Ростехнадзора, 18 муниципалитетов в этом году снова не смогут получить паспорта готовности. Однако есть и положительные примеры. В частности, связанные с работой сибирской генерирующей компании в Рубцовске. Работа действительно титаническая и проделана. Сейчас нам инициирована внеплановая проверка в соответствии с заявлением. Нарушения он обязуется устранить. Уже пакет документов он нам направил. Я думаю, что Рубцовск раз и навсегда решит проблему с получением лицензии. Краевые власти не намерены допускать повторения ситуации прошлого года, когда жители Змеиногорска и Ярового почувствовали на себе недоработки в подготовке к отопительному сезону. Поэтому внеплановые проверки Ростехнадзора будут продолжаться как минимум до 30 сентября. А губернатор Виктор Томенко поставил задачу не допустить аварийных отключений и обеспечить бесперебойное теплоснабжение всех потребителей. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Реконструкцию моста через реку Солонешное завершили в Солонешинском районе. Как прошла приемка обновленного объекта? Подробности узнала наша съемочная группа. Мост в селе Солонешное соединяет две части райцентра. Во время паводка прошлого года сооружение просто снуло водой. Реконструкции начались 7 месяцев назад. Фактически с нуля. Федерация пошла нам на помощь и на встречу. 182 миллиона было выделено в прошлом году. В этом году сейчас мы получили транш. Решением председателя правительства краю выделено 470 миллионов рублей. Поэтому все те объекты, которые мы планировали, мы все их построим, отремонтируем. На время работ жителей села не оставили без проезда. За две недели сделали объезд, чтобы автомобили могли проезжать через реку. Затем обустроили подходы. Освещение, проезжую часть, тротуары. Пролетное строение и опоры сделаны из железобетона. Если так вот все работают, то не знаю, наша страна должна вообще была процветать. Вот каждый день приходишь и что-то сделано новое. Ну смотришь, как бетон заливает. Ну и по-другому все. Также из федерального бюджета были выделены 447 миллионов рублей на реконструкцию мостов. Всего в этом году восстановят 11 мостов, расположенных на трассах регионального значения. И на 9 автомобильных дорогах местного значения. Анна Алымова, Кирилл Конов, Денис Кузьменко. Новости. Пьяная жительница Бийска сломала позвоночник 9-летнему мальчику. Краевой следственный комитет начал доследственную проверку. По предварительным данным, ребенок, играя во дворе, попытался залезть на гараж. В это время к нему подошла 64-летняя женщина и дернула его за ногу. В результате мальчик упал с высоты полутора метров на спину и сломал три позвонка. С компрессионным переломом трех позвонков ребенок был доставлен в городскую больницу. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит дать юридическую оценку действиям женщины на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. Двух человек убили в Солонежинском районе. Обнаружили тела мужчин 52 и 37 лет с признаками насильственной смерти. В убийстве подозреваются двое несовершеннолетних учеников профессионального лицея. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Умышленное убийство двух лиц». Двое учащихся профессионального лицея. Предварительно установлено, что 15 и 16-летний юноша в вечернее время 16 сентября этого года пришли в дом потерпевших с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подозреваемых, могли похитить мужчин. Следствие установило, подростки жестоко избили потерпевших. У одного из мужчин диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. Несовершеннолетние задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается. Впервые новый сезон театр драмы встречает масштабным театральным марафоном. Всероссийский фестиваль «Здравствуйте, люди!» открывается сегодня. С какого спектакля начнется череда постановок по произведениям Василия Шукшина? Расскажем далее. Сегодня шукшинские чудики сойдут со страниц вечных произведений. Впервые на сцене театра драмы соберутся режиссеры и актеры со всей России, чтобы показать свое видение постановок по произведениям Василия Макаровича. И сцены это не ограничивается. С творческим миром знаменитого писателя зрителей начали знакомить еще на площади перед театром. Желающие читают любимые произведения, смотрят отрывки из знаменитых фильмов и короткие постановки. Как сказала Маша Шукшина, Алтайский край приватизировал Шукшина. Поэтому все считают, что Шукшин наш. Мы его очень любим. Поэтому хотелось, чтобы все, от мала до велика, вот как-то приобщились к этому. В зрительном зале «Аншлаг» по масштабу театральный фестиваль «Здравствуйте, люди» уступает разве что Шукшинским дням на Алтае. Познакомить через такое театральное произведение, познакомить как можно больше зрителей с творчеством Василия Макаровича, дать почувствовать разнообразие тех образов и идей, которые просто его произведения насыщены. Здесь, на родине Шукшина, театралы из Москвы, Новокузнецка, Омска, Барнаула показывают свои интерпретации вечных произведений Василия Макаровича. Ну а открывает девятидневный театральный фестиваль пьеса Московского государственного театра у Никитских ворот под названием «И цирк». Это сценическая версия рассказа Шукшина, Чередниченко и цирк. На сцене всего пять человек. В главной роли Чудик, который влюбляется в циркачку и в первый день знакомства зовет ее замуж. Внутренний монолог, озвученный внутренний монолог в исполнении Юрия Васильевича, заслуженного артиста. Он очень помогает мне в существовании именно Чередниченко. Он озвучивает то, что, может быть, я думаю. Шукшин говорил, умеешь радоваться? Радуйся. Нет? Сиди. Так вот, я думаю, что зрители сегодня будут вместе с нами радоваться Чудику, который украшает мир в Чередниченко. Всего с 18 по 26 сентября участников и зрителей театрального марафона «Здравствуйте, люди!» ждет семь спектаклей по знаменитым произведениям Шукшина. Торопитесь, билетов почти не осталось. Анастасия Борисова, Антон Червяков, Новости. Звуки природы, которые почти невозможно передать обычными инструментами. В Барнаул приехали гости из Кореи. Ансамбль традиционной музыки мелодиями корейского полуострова наслаждался наш корреспондент Иван Горбатов. Труппа корейского ансамбля народной музыки Сольхьян готовится к выходу на сцену концертного зала «Сибирь». С собой музыканты привезли шесть народных инструментов. Вот, например, каягым – один из главных инструментов корейской народной музыки. Очень похож на наши гусли. Инструмент появился на полуострове еще в VI веке. Участники ансамбля говорят, чтобы играть на каягыме, нужно обладать немалой выдержкой. В ансамбле 18 человек. Основной состав – дети. В репертуаре труппы, помимо инструментальных композиций, есть и народные песни. Сами корейцы называют свою музыку звуками природы, которые почти невозможно передать классическими инструментами. Но лучше один раз услышать, чтобы это понять. Музыканты из Кореи уже выступали в Барнауле. В прошлом году к нам приезжали корейские студенты с мюзиклом. И этот ансамбль проводили аплодисментами. Организаторы не исключают, что и в следующем году корейские музыканты выйдут на барнаульскую сцену. Иван Горбатов, Сергей Балуев. Новости. Девять медалей привезли пловцы края с чемпионата мира для параспортсменов, который прошел в Лондоне с 9 по 15 сентября. Накануне сборная вернулась в Барнаул. О героях мирового масштаба расскажут наши корреспонденты. Плавцы Роман Жданов, Егор Ефросинин, Юрий Лучкин, Артур Кубасов и тренер Елена Соколова. Тех, кто встречает нашу команду в аэропорту немного, зато овации громкие. И аплодировать есть за что. На чемпионате мира по плаванию в Лондоне для параспортсменов команда из нашего края привезла 9 медалей. 7 из них, 4 бронзы и 3 золота, а вместе с ним и 3 мировых рекорда у Романа Жданова. За неделю соревнований он обновил лучшие результаты на дистанциях 100 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 200 метров вольным стилем. Причем на двух сотнях Роман выиграл всего лишь касание у японца Такаюки Судзуки. Все тренировки, вся подготовка, просто не прошли зря и вот он результат вот этого всего. Занимаюсь я с 2013 года. В день у нас выходит примерно по часов 5-6 на тренировку. По признанию тренера Елены Соколовой, Роман сегодня это лидер сборной. Он первый в когорте тех, кто может конкурировать с параспортсменами из других стран, законодательниц МОД в плаванье – Нидерландов, Италии и Колумбии. Но на подходе и новые кадры для сборной. Есть спортсменка Калентина Ивана, которая также внесена в систему Адамс, то есть это антидопинговая система. И я надеюсь, что в ближайшее время, она в принципе член сборной России, что в ближайшее время выехаем на международные старты, где она получше международный старт. В ближайшее время у мужской сборной отдых. Немного набраться сил, а затем подготовка к первенству Европы, которая пройдет в мае. Но основная цель – Паралимпиада в Токио 2020 года. Это будет главный старт последних лет для алтайских пловцов. Владислав Кириенко, новости. Настоящая американская пицца у нас в Барнауле. Вторая пиццерия «Папа Джонс» открылась в краевой столице. На кухне знаменитого ресторана побывала Елизавета Конева. О секретах воздушного теста и ароматной начинки расскажем далее. Больше 20 видов пиццы – мясные и сырные, пикантные и классические. На традиционном тесте и сырным бортиком. Каждый найдет то, что придется ему по вкусу. Здесь основу никогда не замораживают. Пиццмейкеры готовят из самых свежих продуктов. Нам приходит с Москвы живое тесто, которому, еще раз повторюсь, три дня. Секрет изготовления этого теста держится в строжайшей тайне, которую даже не знаем мы. Этим самым, наверное, и отличается наша пицца от других пиццерий. Работают пиццмейкеры исключительно голыми руками. Так готовят в каждом ресторане сети «Папа Джонс». Благодаря этому основа не остывает и остается пышной. Особое тесто – не единственное преимущество «Папы Джонса». Всего на приготовление уходит не больше 10 минут, что позволяет доставлять пиццу в кратчайшие строки. Также в ресторане представлены различные закуски, салаты, десерты и напитки. Я здесь недалеко работаю. У пиццерии достаточно удобное местоположение. Удобно на обеде сюда приезжать. Все достаточно быстро готовится. А пепперони я люблю за то, что в ней колбаски, они достаточно острые. И плюс там туристы, тягучий тянется, тоже мне очень нравится. В заведении достаточно мест, чтобы прийти большой компанией. Для детей здесь организован отдельный игровой уголок. К тому же в «Папа Джонс» действует множество специальных предложений. Пицца в подарок при заказе на сайте. Скидка 15%. Если забрать заказ самостоятельно. И скидки на день рождения, а также большие сеты. Все наши пиццемейкеры, которые работают в обеих пиццериях, получили образование в городе Москве, в институте «Папа Джонс» в университете. Ну и двери нашей пиццерии всегда для вас открыты. Приходите, всегда вам рады. В Барнауле работают сразу две пиццерии. В индустриальном районе и центре города. Это позволяет курьерам оперативно доставлять горячую и вкусную пиццу. Теперь «Папа Джонс» может накормить весь город. Заказы принимаются ежедневно до 12 вечера. Елизавета Конева, Сергей Балуев. Новости. Это были все новости на сегодня. С вами был Егор Матаев. Спасибо, что провели этот день вместе с нами.